Друзья, всем привет! Меня зовут Аня, я рада видеть вас на своем канале о вязании. Сегодня я вам расскажу про две замечательные книги узоров, вот такие вот, возможно, вы их видели, особенно вот эту. Это обе книги издательства МИФ, и одна из них, это моя давным-давно приобретенная, вторая вот эта, она предоставлена издательством мне на обзор. Все сейчас про обе расскажу. Единственное, хочу немножечко еще рассказать о других книгах этого издательства, именно по вязанию, которые есть у них. К сожалению, их очень мало, а именно шесть. Две из них вот покажу. Еще одна у меня есть, это магия вязания, вот такая вот по теме Гарри Поттера. Это вязание спицами, есть еще, недавно вышло вязание крючком. Для любителей Гарри Поттера, поверьте, вот у меня есть одна, да, вязание спицами, она обалденная. Ну, о ней будет в отдельном другом видео. Потом Арне и Карлос, это дизайнеры и блогеры вязальные тоже. У них есть вот такая книга, это вязание шаров, ну, новогодних, да, на елку. И еще есть вот такая вот для любителей Жаккарда и Феррайл техники, в частности, вот такая книга с северными орнаментами. Значит, у меня сегодня видео про книги японских узоров, они обе. Давайте начнем, наверное, вот с этой. Это Хитоми Шидо. Я думаю, что многим эта книга знакома, либо вот в таком виде, либо в виде, изначально она была в виде журнала такого, на, насколько я помню, на китайском языке. Вот, но могу ошибаться. В любом случае, такие книги, мне кажется, неважно, на каком языке. Если что-то нужно перевести, можно воспользоваться гугл-переводчиком. Но самое главное, это просто схема. Вот. Поэтому слов там много и не нужно. Значит, эта книга... Ну, я не знаю, мне кажется, она вообще уже всем знакома, но все равно хочется ей уделить несколько минут. В моем случае это будет много минут. Я люблю поболтать. Значит, по разделам немножечко пройдусь, покажу вам. Значит, один из самых важных разделов это вот такой. Здесь обозначения указаны, на самом деле, в книге японских узоров, именно вот таких вот, где всякие витиеватые вот эти панели и узорчики. Очень важны обозначения, потому что действительно не совсем понятны, особенно вот такие, да, что это какие-то... Кручу-верчу, запутать хочу, но на самом деле не так все сложно, вы сами понимаете, если вяжете хотя бы два дня, что все, по сути, состоит из лицевых и изнаночных. Дальше после обозначения идут непосредственно уже узоры, и есть тут несколько разделов, но на самом деле, честно говоря, они переплетаются. Я не могу сказать, что прям как-то четко можно выделить ажурные узоры, четко выделить там какой есть еще раздел со скрещенными, рельефные узоры. На мой взгляд, они все плюс-минус ажурные, со скрещенными, и их можно просто в один раздел было запилить, но это и не важно, на самом деле, как авторы решили, так и сделали. Значит, что тут основное, да, фотография? Давайте на более темном покажу. И все светлые пошли. Так, ну вот не важно, ладно, вот так. Например, панель, как она выглядит уже в связанном виде, и, соответственно, схема. Все, ничего особого лишнего здесь нет. Значит, сколько идет раппорт петель и рядов, и, соответственно, это все для того, чтобы высчитать, какое количество петель необходимо набрать, чтобы получить энное количество раппортов, ну и плюс для симметрии. Значит, тут есть такие, на мой взгляд, более базовые узоры, но есть и такие, как бы, которые не особо применимы для всех видов изделий. Например, вот такие вот с бусинами, да, это все-таки какой-то более, мне кажется, такой... Или вот, смотрите, вот здесь вот розочки. Мне кажется, это что-то больше такое, как, не знаю, праздничное, или, может быть, для деток, для девочки какое-нибудь платьишко. Есть узоры, которые спокойно я, например, вижу в своем даже базовом гардеробе. И, кстати, вот такие вот, например, красивые у меня даже... Вот я вязала вот этот узор. Я буду вставлять фотографии, если найду, но, наверное, найду. Вот, кстати, обалденный вообще узор. Мне кажется, что он для базового какого-то джемпера, свитера мужского в том числе идеально подойдет. Вот, кстати, узор. И я вам сразу покажу образец. Вот, смотрите, я вязала вот по этой схеме. Тоже довольно базовая, но в итоге я распустила весь джемпер, который я вязала с этим узором. Но это не из-за узора, конечно же, да, просто не подошла. Пряжа. Вот такое вот. Тоже, мне кажется, довольно базовый. Значит, есть здесь вот такие небольшие панели, которые повторяются. И рапорт, соответственно, тоже небольшой. Есть панели прям довольно внушительные, которые просто уже можно взять. Асимметрично взять, например, вот этот центральный узор, вот эту часть продублировать с другой стороны. И вот вам, пожалуйста, панель для свитера уже какого-то готова. Очень красивые панели, просто невероятные. Я, конечно, на фантазирование панелей ноль вообще полнейший. Поэтому для меня вот если что-то такое масштабное вязать, то мне лучше вот, вот, пожалуйста, да, уже все сделано. За меня придумано, может быть, что-то там просто продублировать. Здесь, например, вот в этом можно несколько раз связать вот эту вот часть, да, вот с обеих сторон вот здесь. А вот это просто будет такая центральная. Очень, кстати, красивая тоже. У меня в последнее время просто невероятное какое-то вдохновение на ажуры, на такие какие-то переплетения. Прям вот, не знаю, даже на работе стало очень много взять образцов именно вот такими узорами. Вот такие тоже, которые можно взять, например, одну вот какую-то часть этого узора и вставить в какую-нибудь панель, которую я вам, например, раньше показывала. Значит, много здесь очень красивых. Я, естественно, не буду все показывать. Отдельный раздел хочу выделить. Это круглые кокетки. Здесь, соответственно, на расширение, точнее, на сужение идет кокетка, либо на расширение, но здесь, по-моему, они все на сужение. Здесь они, по-моему, да, они все вяжутся именно снизу вверх. Это классная тема, если вы вяжете круглые кокетки, либо какие-то воротнички, вот как здесь, например, да, на фотографии. Очень, очень красивые. Вот, есть базовые, есть более праздничные. И еще отдельный узор выделю. Это вот такой вот, это раздел с окантовкой. То есть это могут быть манжеты, это может быть, например, стойка, воротник-стойка, либо окантовка внизу изделия. Тоже есть какие-то более праздничные, есть более базовые. Есть вот такие вот заборчика. Вот, есть прямые. Ну, заборчиками я имею в виду так, да. Вот, красивые. Можно, кстати, как делать обвязку, предположим, в каком-нибудь пледе, да, тоже имеет место. Особенно, вот смотрите, какая красивая обвязка листиками. Предположим, какой-нибудь растительный орнамент на пледе, и вот такая обвязка, мне кажется, очень красиво смотреться будет. Есть еще вот такого плана крюши. Тоже, мне кажется, если как-то стилизовать, предположим, можно здесь вот сделать такие валанчики, да, либо на рукавах как-то, либо по низу изделия как-то это все придумать. Вот, ну и дальше идут тоже схемы, в том числе, вот, воротничок, который я вам показывала, да, здесь есть его схема. Есть схема шапочки, митинок. Шапочка, кстати, вот где-то... А, вот носочки, кстати, тоже. Эти все именно цельные изделия, они схемы имеют вот в самом конце. Вот, собственно, и все. Очень классная, действительно, книга. Вот, кстати, шапочка, митинки и вот такой вот ажурный шарфик. Кстати, видите, на этом шарфике окантовочка такая тоже используется, вот как валаны, да. В общем, классная книга, вообще невероятная, и тактильно она очень приятная. Здесь плотные довольно листы, матовые, они приятные на ощупь. У меня был, кстати, с этой книгой такой момент, что я ее хотела продать, слава богу, что одумалась вовремя, и, естественно, сейчас я ее уже никому не отдам. Значит, ко второй книге давайте перейдем. Вот такая коллекция японских узоров Йоко Хаты. Здесь 200 стильных дизайнов для вязания спицами. Наверное, вот такое мое наблюдение, если сравнивать вот эти две книги, вот это более базовая такая книга, точнее здесь более базовый узор, на мой взгляд. Они менее праздничные, менее, можно сказать, вычурные, хотя здесь тоже есть очень красивые и необычные узоры. Но она более применима, мне кажется, для каких-то базовых изделий. Ну что, есть в самом начале, как обычно, самое простое, да, есть вот такие вот самые-самые простейшие из лицевых и изнаночных. Вот мне, кстати, понравилась, мне кажется, очень интересная идея для пледа, когда вы выбираете, здесь вот есть вот эти панели, да, вы выбираете их в каком-то шахматном порядке, выстраиваете, и между ними вот такую косичку, такие косички кидаете, и вот получается у вас интересный, не скучный плед. Главное, предварительно нарисовать схему вот этих вот, вот тоже, схему вот этих вот квадратиков, чтобы ничего не напутать. Продолжаем, да, например, панель, вот в той книге я вам показывала, панели были такие с скрещенными, с ажурами, здесь тоже, кстати, есть панели интересные. А вот это просто теневые такие узоры и буквально небольшие косички, тоже очень интересная панель, хотя, в принципе, простая. И вот эти вот узоры из лицевых и изнаночных, вот, кстати, имитация, ну, не то что имитация, а жаккард очень часто, жаккардом вяжут вот такую звезду, вот, а можно ее сделать из лицевых и изнаночных. Значит, здесь еще идут, дальше идут ажурные узоры, вот такая вот, несколько вариаций шеврона. В принципе, ну, они все похожи, конечно, но есть отличия. И очень классно, и то, что сейчас будет очень актуально, потому что у нас приближается лето, это вот такие узоры с сеткой. Я сама очень хочу связать джемпер на лето с сеткой именно. И тут их, смотрите, просто огромное количество, на мой взгляд. То есть на всю жизнь точно хватит, потому что вы не будете каждое изделие с сеткой вязать. Вот, дальше продолжаем. Здесь уже, ну, тоже есть прям рыболовная сеть, а есть уже такие ажурчики более сдержанные, которые тоже, такие вот узоры тоже отлично подойдут как для взрослых, так и для детских изделий. Дальше идут тоже много разных ажурных узоров, в том числе те, которые красиво смотрятся по низу изделия, да, то есть вот такие волны. А дальше идут косы. И здесь, на самом деле, косам таким вот крупным уделяется немало, ну, где-то, наверное, ну, треть книги примерно. Вот, здесь, в принципе, тоже базовые такие узоры, ничего сложного. Вот здесь вот, например, панель из риса, из цепочек, вот они цепочки, да, и кос. Тоже очень просто, ничего такого мудреного, но смотрится тоже красиво. Мне нравятся вот такие вот, которые переходят друг в друга, одна коса из нее другая, вот всякие ромбики, прям супер. Но узор, который меня просто влюбил в себя. Вот, кстати, панель еще интересная. Вот панель, которая на главной, точнее, на обложке, она тоже здесь есть, естественно. Так что ее тоже можно, если что, повторить, если она вам понравилась. Вот это моя любовь. Я даже связала образец, только не полностью, вот без вот этой косы. Связала образец вот этого, центрального вот этого рана. Он просто запал мне в душу тем, что он уходит то в одну сторону, то в другую. Мне кажется, очень симпатично смотрится, и я думаю, что на полноценном плечевом изделии тоже будет довольно красиво смотреться. Есть всякие вот такие вот панели тоже, где, так, чтобы не отсвечивало, где плетется коса одна, другая, из нее третья. В общем, очень красиво, и мне сейчас такие нравятся узоры. Дальше идут различного рода резинки. И, собственно, резинки, в том числе и с косами. Конечно, это уже декоративные резинки. Ну, вот, например, вот это, мне кажется, очень красиво смотрится. Тоже можно как-то обыграть, сделать резинку вот такую вот, а дальше пустить более такой витиеватый какой-то узор, может быть, даже из книги Хитомишида, которую я ранее показывала. Ну, и совсем немножечко здесь узоров со скрещенными петлями. Я вам, наверное, покажу вот этот узор зелененький, который мне очень понравился. Тоже. На самом деле, скрещенные узоры со скрещенными петлями смотрятся вообще невероятно красиво. Ну, и дальше здесь целый такой раздел по условным обозначениям, причем здесь именно картинки, то есть, как, какое обозначение ввязывать. Не словесно это написано, да, но словесно тоже, но еще и картинками. То есть, это для тех, кто не очень понимает обозначение на словах, кому это все нужно видеть. Ну, и в конце еще тоже есть инструкции к вязанию полноценных изделий. Например, вот ажурный шарф, что здесь носки двуцветные, и какие-то узоры, которые вот были непосредственно в книге. Тоже по качеству бумаги... Ну, мне кажется, не то, что даже похоже. Ну, да, похоже, немножечко отличается тактильно, но качество бумаги очень хорошее, она плотная, печать тоже супер. На мой взгляд, обе книги хороши. Я даже не знаю, какую одну из них можно выбрать, потому что, ну, одна как-то для более базовых изделий, другая для праздничных в том числе. Ну, не знаю. Я рада, что у меня они обе есть. Я надеюсь, что мое видео как-то помогло вам определиться, вообще покупать эти книги или нет. И в том числе хочу... Может быть, вы не знали, да, хочу вам рассказать о том, что можно приобретать книги в электронном виде. Иногда это даже удобно. Я рада, что вот это у меня есть в электронном виде приобретено. И я могу, в принципе, всегда, даже если не дома, всегда иметь доступ к узорам из этой книги. Кстати, еще хочу показать, но мне кажется, я вот из этой все-таки брала. Сейчас уже не найду. Вот такой вот есть у меня узор. Тоже связанный не так давно. Но вот как раз тоже косы, ажуры. Как-то прям... Я не знаю. Меня очень вдохновляют сейчас такие узоры. Я как-то, видимо, устала от лицевой глади. Если у вас есть эти книги, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях, что думаете, что вязали. Если вы это видео смотрите в ВКонтакте, или даже если смотрите на Ютубе, то расскажите, покажите в ВКонтакте или в Телеграме в моем изделии, связанные с помощью этих книг. Я буду очень-очень рада, потому что просто на картинке смотришь, ой, классный узор, потом его реализуешь, думаешь, вау, это еще круче, чем на картинке в книге. Вот. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, видео было для вас полезно. Внизу в описании будут все ссылки на все мои социальные сети. Их сейчас много у всех. Но в любом случае я вас приглашаю везде. И, конечно же, будут ссылки на вот эти книги на сайте издательства МИФ. Благодарю вас за просмотр. Мы с вами увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok